Здравствуйте! В эфире город С и Татьяна Дмитриева. Как заставить работодателя оформить трудовой договор? Можно ли его менять и как правильно расторгнуть? Об этом говорим сегодня в нашей студии. Главный государственный инспектор труда Самарской областной инспекции Лариса Монахова. Ваши вопросы задавайте по телефону 202-11-22. Звоните. Здравствуйте, Лариса Тимофеевна. Здравствуйте. Давайте начнем с того, что же такое трудовой договор, для чего он нужен и можно ли в каких-то случаях обойтись без него? Трудовой договор нужен в любом случае, так как это соглашение между работником и работодателем, согласно которого работодатель обязуется предоставить работнику работу, а работник обязуется эту работу, свою трудовую функцию выполнять. У работодателя также есть обязанность по договору, как правило, выплачивать заработную плату, создавать необходимые для работника условия. И у работника есть обязанность правила внутреннего трудового распорядка соблюдать и трудовую дисциплину. И все это будет оговорено в договоре. Конечно. Но согласитесь, что не все работают с оформленными трудовыми договорами. Почему такое происходит и как добиться того, чтобы все-таки работодатель оформил? Вот с самого начала работы уже начинать с договора. Они сначала поработаю, посмотрю, потом, может, оформлю и так далее. Да, бывают случаи, когда работодатель, скажем так, не горит желанием заключать трудовой договор с работником. В случае, если работодатель отказывает заключение трудового договора работнику, то вот этот будущий работник может обратиться к работодателю с письменным заявлением, для того, чтобы работодатель письменно пояснил причину отказа. И работники должны знать, что эту причину отказа они могут обжаловать в суд. А может ли работодатель, когда получит вот такое заявление от работника, сказать, да ничего я тебе писать не буду? Не хочу ли? Может, конечно, может. То есть у него нет такого срока официального, специального, в течение которого он должен официально ответить работнику? Есть. Срок есть. Срок семь дней есть. То есть в течение семи дней работодатель обязан ответить работнику письменно. Но бывают случаи, когда работодатель просто этого не делает. А вот это заявление, оно же как-то регистрируется в отделе кадров там или где-то у секретаря, а еще что? Если реально его зарегистрировать, тогда гражданину необходимо подойти к секретарю или в отдел кадров для того, чтобы ему поставили входящую ее отметку, штампик и входящий номерок поставили. И потом уже будет основание указать, что я письмо написал, спросил, ответа через вот с этого дня. Получил, либо не получил уже, да, там будет результат. Можно вот такой способ использовать. Даже это какое-то такое давление на работодателя, да, который, наверное, подумает, наверное, все-таки лучше мы оформим, чем потом. Я не отвечу, и придет инспекция, и будут какие-то проблемы. Ну, по крайней мере, работник должен знать, почему ему отказывают. Ведь отказ может быть разный. А может быть обоснованный отказ от работодателя? Это обоснованный отказ, когда, например, работа связана с вредными и опасными условиями труда, а приходит, например, несовершеннолетний работник устраиваться на работу. Или где работа требует перемещения каких-то тяжестей, а приходит женщина устраиваться на работу. Тогда, да, несомненно, отказ будет законный. Вот вы сказали, что несовершеннолетний придет на работу. А с какого возраста вообще нужно оформлять договор? С какого допускается, да? Трудовой договор допускается оформлять с 16-летним работником. Есть исключения из этого правила. Вот сейчас во время летних каникул можно заключить трудовой договор и с 14-летними маленькими гражданами. Ну, это на какой-то прибыль на этот срок. Да, да. Данная работа должна быть не вредной, не опасной, сочетаться с учебным процессом, если такой еще идет, и заключаться под, конечно, можно сказать так, под бдительным контролем родителей, законных представителей, чтобы они были в курсе, чем ребенок занимается. Да, и там же существует норма определенная, там, сколько ребенок может работать часов в день. Да, у него сокращенная рабочая неделя устанавливается, такому работнику маленькому. Да, и вот в какой форме, на что нужно обращать внимание? Вот может быть, действительно, человек только первый раз устраивается на работу, и, собственно, еще никогда не видел трудовой договор, что он из себя представляет, в какой форме он должен быть, и сколько экземпляров может быть? Ну, трудовой договор, понятное дело, что должен быть в письменной форме оформлен, потому что в устной форме очень сложно доказать, что трудовой договор заключен. В письменной форме трудовой договор составляется два экземпляра обязательно. Один экземпляр остается у работодателя, второй экземпляр выдается под подпись работнику. И вот с этой отметочкой у работодателя он хранится, второй экземпляр обязательно. Считается выданным работнику тот договор, вот у работодателя, где стоит отметка именно получения этого договора. То есть вот второй договор, он не у работника хранится? Нет, один договор у работника, а второй... Просто я слышала такие случаи, что вот мне работодатель не отдает трудовой договор. Мы оформили, но он мне его почему-то не отдает. Какие есть основания у работодателя хранить у себя два экземпляра? Это же как-то ему... Никаких оснований нет к этому. А почему такое происходит, если вот действительно есть? Ну, это нарушение со стороны работодателя, трудового законодательства. Работодатели прекрасно об этом знают. Часто случаи такие вот происходят, когда работодатель говорит работнику, вот ты распишись, давай мне второй экземпляр, а я возьму и поставлю подпись где-то когда-то потом. В итоге у работника ничего не остается, а работодатель приспокойненько сидит с двумя экземплярами. И работник, собственно, не знает ни условий трудового договора зачастую, ни куда он принят, ни какая у него зарплата. То есть требовать нужно второй экземпляр на руки себе? Обязательно. Это самый главный документ, который помогает работнику именно подтвердить факт наличия трудовых отношений у данного работодателя. Понятно. К нам поступают первые вопросы от телезрителей. Я напомню, телефон 202-11-22, звоните. Лариса интересуется. Мне будет 50 лет, и я год работаю без оформления трудового договора. Куда мне обратиться? И куда бы ни пошли в ООО без трудового договора, все работают, особенно в городе Новокуйбышевск. Вот такая ситуация. Действительно, это массовое такое явление? Действительно, да. Участились случаи, когда работники заключают, вернее, не заключают трудовой договор, вообще не оформляют, привлекают работников к работе. Либо обманывают работников, заключая с ними гражданско-правовой договор. Вот такой договор не является трудовым, так как он подменяет. А как его отличить? Что такое вообще понятие граждан? Ой, извините, сейчас мы, Ларисе, ответим. Я хотела уточнить, в Новокуйбышевске есть отделение трудовой инспекции? Или нужно ехать в Самару? Нет, необходимо подойти к нам. Ей по возможности нужно собрать все, ну, какие она сможет, документы, которые действительно подтверждают факт наличия трудовых отношений вот в этой организации, с целью, чтобы трудовая инспекция могла как-то работать, потому что документы нужны на словах. И в Самару, и адрес какой-то? Непосредственно в инспекции. У нас есть кабинет приема граждан. Каждый день работает этот кабинет. 110-й. И можно, в принципе, онлайн, наверное, да, вот сейчас на вашем сайте обращения? На электронную почту, да, можно обратиться на электронную почту. Либо, если какой-то вопрос, консультация необходима работнику, можно ее задать по телефону горячей линии 263-52-17. 263-52-17. Ну, естественно, в рабочее время, до 6 часов. Понятно. И мы с вами вот начали разговаривать уже о трудовом и гражданско-правовом договоре. Хотелось бы узнать, в чем все-таки разница и на что, и как их отличить? И почему вот гражданско-правовые договоры, они не такие... То есть они, собственно, не трудовые. Гражданско-правовые договоры, они не трудовые. Очень часто работодатель подменяет именно ими трудовые отношения с целью избежать и не предоставлять работнику тех гарантий, которые он смог бы получить. А чего в нем нет такого, что есть трудовом? Например, по гражданско-правовому договору работник никогда не получит отпуск, никогда не будет оплачен лист нетрудоспособности. То есть и много чего еще он не получит. Запись в трудовую книжку он никогда не получит. Собственно, вот поэтому мы призываем всех работников следить, внимательно смотреть, что они подписывают. И если они увидят в шапочке договора, договор на оказание каких-либо услуг или договор подряда или еще что-то, чтобы они знали, что эти договора не являются трудовыми. Понятно. А какие тогда обязательные условия, которые должны быть в нормальный официальный внесенный трудовой договор? Есть ли? Есть, конечно. В трудовом договоре обязательно должно быть указано фамилия множества работника, дата заключения трудового договора, место его заключения. ИНН работодателя всегда должен ставить эти сведения, указывать. Должно указываться основание, в силу которого вообще работодатель заключает этот договор. Как правило, работодатель действует на основании устава, действующего в данном учреждении. Обязательными условиями является оплата труда. Оплата труда, как правило, должна соответствовать оплате той сумме, которая указана в штатном расписании, действующем в настоящий момент у данного работодателя. Бывают случаи, когда работодатель указывает работнику в трудовом договоре одну сумму, а в штатном расписании имеет совершенно другую. Вот такие тоже случаи бывают. Ну, наверное, договор может меняться. Вот меняется зарплата, допустим, он устроился, у него была такая зарплата, потом понизилась или повысилась. Это тоже нужно отражать? Как изменения вносятся в договор? Обязательно, да. Любое изменение вносится по соглашению сторон, путем заключения дополнительного соглашения в письменной форме. Но в случае, если повышается заработная плата, работник всегда только за, он подписывает. И, собственно, с этого момента у него начинается работа в новых условиях, я имею в виду с новой зарплатой. А бывают случаи, когда, наоборот, работодатель не имеет возможности платить, например, ту заработную плату, которая установлена трудовым договором, и имеется необходимость ее изменить. В этом случае работодатель обязан предупредить работника за два месяца об изменении существенных условий труда, потому что, как мы уже сказали, оплата является обязательным условием трудового договора. Об этом изменении он предупреждает работника. Работник продолжает работать два месяца в старых условиях, и когда уже вот этот день подходит, день X, назовем его так, работник уже думает, будет он продолжать работать в новых условиях, либо его не устраивают эти условия. В случае, если его не устраивают такие условия, то трудовой договор подлежит расторжению. Понятно. Есть договоры, которые заключаются на какой-то определенный срок, да, а есть бессрочно. Бессрочно они на сколько заключаются? Бессрочно без срока. Вообще не ставится никакой даты, да? Бессрочно, да. А вот есть какие-то уловки, может быть, что работодатели не идут на заключение вот таких бессрочных, или здесь ничего такого тревожного нет? Как определиться, срочно у тебя договор или бессрочно? Ну, в случае, если в трудовом договоре указан срок, например, год, да, то такой трудовой договор является срочным. Другое дело, когда работодатель пытается навязать заключение срочного договора, работника заставить подписать такой договор, и подменяет срочным договором договор, который должен быть заключен. Да, работал, работал он всю жизнь, потом ему говорят, давайте с вами подпишем новый договор. Давайте, да, тот раз торганем. А когда год истечет, он его просто уволит и все. Да, да, засечением срока. Да, вот на это нужно обращать. Хотелось бы еще сказать вот по этой теме, что в случае заключения срочного трудового договора обязательно в трудовом договоре должна быть указана причина заключения срочного договора. Вот важная деталь. Следующий вопрос от Натальи. Я работала 19 лет в организации «Транснефть». На данный момент организация ликвидируется, я попадаю под сокращение. 16 марта мне выдали уведомление за три месяца. Это юридически. А фактически все так по должностям и остается. У меня два ребенка, 5 и 8 лет. Меня просят уволиться по собственному желанию. Как мне правильно расторгнуть трудовой договор, получить максимальную компенсацию по сокращению, имея на руках уведомление о сокращении? Мне нужно четко знать, какой должен быть этот документ. Ну, здесь стоит два вопроса. Либо перед работником, либо ему увольняться по сокращению. Это одно основание для расторжения трудового договора. Либо, как указывает работник, его всячески склоняют написать заявление по собственному желанию. Вот в случае, если работник напишет такое заявление по собственному желанию, то ни о каких выходных пособий она может дальше не думать. Вот, собственно... А вот вы что ей рекомендуете? Я бы рекомендовала ей все-таки не писать больше никаких заявлений. Более того, узнать у работодателя, может быть, есть какие-то иные вакансии и должности, на которые она может претендовать и где она может еще осуществлять трудовую деятельность. Вот, можно письменно обратиться к работодателю с этим вопросом. И в случае, если их нет, ну, ждать сокращения, дня сокращения. Может, она просто про какой-то документ спрашивает? Никакой документ в данном случае от нее уже не требуется, так как работодатель сделал все, что требуется от него. Да, он ее уведомил, уведомил даже не за два, а за три месяца. Вот, поэтому, как бы, он шаг свой сделал. Сейчас, вот, подойдет это время сокращения. Единственное, работник должен проверить в своем расчетном листочке, чтобы там были суммы при увольнении не только те, которые она заработала за последний текущий месяц, но и была указана сумма выходного пособия. Вот, это тоже важно. Дозвонился к нам из Сызрани Николай и спрашивает, есть ли в Сызрани трудовая инспекция? Ну, трудовая инспекция у нас в Самарской области. В Сызрани, к сожалению, нет отдела у нас. Раньше было сейчас нет. То есть, вот та же ситуация, что с Ларисой из Новокуевшска, ей нужно, Николаю нужно будет приехать либо в Самару, самому. Либо горячая линия. Либо горячая линия. Можно еще раз телефон для Николая? 263-52-17. 263-52-17. Или, опять же, есть интернет, ваш сайт, тоже можно интерактивную заявочку отправить. Да, кстати, у нас есть на нашем сайте рубрика «Вопрос-ответ». Там любой работник может поинтересоваться. У нас там есть стандартные ответы уже на часто встречающиеся вопросы. Поэтому можно почитать, посмотреть, может быть, и отпадет надобность дозваниваться. Следующий вопрос. Включается ли время работы на испытательном сроке в стаж и входит ли это время для расчета отпуска? Или уже после испытательного срока надо отработать полгода, чтобы пойти в отпуск? Ну, вообще, конечно, вот эта вот тема с испытательным сроком, насколько она вообще законна? Она актуальна на сегодняшний момент, потому что большинство работодателей, конечно, желают проверить, испытать работника, подходит ли он им. И это как-то вот обосновано тоже. Это нормально, да, это нормально. Нельзя же кота в мешке брать. Максимальный срок, испытательный срок у нас три месяца. Есть исключение. Руководителям, главным бухгалтерам, например, может быть, установлен и шесть месяцев испытательный срок. На время действия испытательного срока на работника распространяются все такие же гарантии, все трудовое законодательство, то есть он ничем не обременен, он ничего не должен быть лишен. То есть вот если он начал три месяца отработал, и они уже через еще три месяца он может претендовать на отпуск по закону, да? Через шесть месяцев можно претендовать на отпуск по общему правилу. Так, а если, допустим, вот такую ситуацию рассмотреть, во время испытательного срока этот работник понимает, что это не его дело, что он тут некомфортно себя чувствует и так далее, его действия какие он может, его прервать, или он тоже должен руководству заранее предупредить, а не сразу вот сказать, что завтра я уже, извините, не выхожу? На самом деле установлены единые правила, как для работника, так и для работодателя. В случае, если работник посчитает, что работа ему неинтересна и не нужна, не подходит ему, он обязан работодателя своего предупредить за три дня о том, что он... За три? Да. А работодатель тоже за три? И работодатель также, если посчитает, что данный работник его не устраивает, что он не прошел испытательный срок, также за три дня обязан предупредить работника, но здесь он должен еще указать и причины, по которым не подошел ему работник. И, собственно, увольнение происходит на общих основаниях. Понятно. Следующий вопрос. В одной организации я работаю на основном месте работы, в другой по совместительству. Надо ли оформлять договор на второй работе? Обязательно нужно по совместительству. Трудовой договор по совместительству. Есть такой? Конечно, да. Обязательно. Вот есть ли такие категории работников, которым испытательный срок устанавливать нельзя? Нельзя. Такие какие-то исключения есть из правил? Или вот через испытательный срок все должны проходить? Нельзя устанавливать испытательный срок несовершеннолетним, беременным женщинам. В общем, таким категориям, которые у нас на особом положении, скажем так, находятся. А есть ли вот такая ситуация? Пришел человек на испытательный срок и заболел. Вот это время больничного, оно как-то продлевается, исключается? Время болезни и отсутствие работника не входит в испытательный срок. То есть прерывается течение самого испытательного срока, и когда он выходит, оно опять начинает у него. Понятно. И мы говорили, что нужно правильно составить, оформить и добиться от работодателя вот этого договора трудового. Но вот уже поступали вопросы о правильном расторжении трудового договора. Какие здесь могут быть проблемы? Такие какие-то камни краеугольные, опасности может быть опять же для работника и работодателя тоже. Есть тоже общее правило расторжения трудового договора. Если мы говорим по инициативе работника, то у работника есть обязанность предупредить работодателя за две недели о расторжении трудового договора. За это время работодатель готовится к предстоящему увольнению работника, подготавливает расчеты, предпринимает какие-то попытки найти нового работника на это место. Очень часто работники считают, что они тем самым отрабатывают время. Это не так. Это всего лишь предупреждение о предстоящем увольнении. Бывают случаи, когда работник пишет заявление, а его работодатель это заявление не принимает или куда-нибудь его выкидывает. Очень часто работники не могут уволиться от таких работодателей. Вот таким работникам мы посоветуем писать заявление заказной почтой, отправлять, с той целью, чтобы у них была возможность доказать свое уволеизъявление потом в трудовой инспекции, в судебном порядке. Ну, собственно, чтобы они имели доказательства. Нельзя просто так взять и не ходить на работу. Вот еще существует такой случай, когда пишется заявление с открытой датой, когда работодатель говорит, так, ты мне пиши заявление на увольнение, дату мы пока ставить не будем, оно пусть у меня тут лежит. Насколько это вообще законно или можно отказать работодателю, сказать, что почему это я должен писать заявление? Ну, конечно, мы понимаем, что это незаконно. Более того, написание такого заявления дает возможность работодателю уволить такого работника в любой момент. Либо предпринять попытки, скажем, к этому. А отказаться можно? Все-таки давление руководителя скажет, пиши заявление. Ну, работник должен осознавать, для чего ему работодатель об этом. Именно это предлагает. И очень часто написание таких заявлений оканчивается не очень хорошим. Либо работник увольняется без расчета, ну, всякими такими нехорошими вещами. А потом очень сложно самому работнику доказать, что он этого заявления либо не писал, либо это не его рукой написано. И всякие такие случаи бывают. Да, так, следующий вопрос, даже не вопрос, а такая реплика. Сеть, рубль, бум. У нас всегда требуются продавцы и товароведы. Они прорабатывают три дня, и им говорят, что они не подходят, и эти три дня никто никак не оплачивает. Как же такое происходит? И это ведь происходит постоянно. Вот видите, назвали конкретную вот сеть даже, что вот используется. Вот это можно как-то, вот действительно, это и моральный такой ущерб. Тебя использовали вот эти три дня, ты переживала, устроилась на новую работу с какими-то планами. И через три дня тебя просто вот без денег, вот как это все поставить на место? А начнем с того, что работник должен был заключить трудовой договор. И тогда у него бы не было проблем. Ну, так же ему сказали, мы посмотрим, вот как ты тут на кассе сидишь и работаешь. В данном случае я бы посоветовала работникам просто поворачиваться и уходить. Только так можно как-то повлиять и повоздействовать на работодателя. В любом случае, если трудовой договор не будет оформлен, то такой работник, ему даже некуда пойти. Потому что ему придется сначала доказать, что он там три дня даже отработал. То есть не идти вот на такие, тем более, когда озвучили вот эту сеть, уже нужно быть внимательным и осторожным. Следующий вопрос от Владимира, токарь пятого разряда. Работа предоставляется. Как на третий разряд работодатель должен оплатить разницу между разрядами? Он отказывается? Законно ли это? Вот несколько. Поняли вы вот этот вопрос? Этот вопрос необходимо, конечно, изучать в прямом эфире. Я не смогу ответить на него грамотно. Ну, Владимир может также вот на горячую линию еще, наверное, раз озвучить. Я бы ему посоветовала с документами подъехать к специалисту в трудовую инспекцию, показать именно, там необходимо документы исследовать. Понятно. А вообще вот бывают ли случаи, когда работнику могут понадобиться некоторые документы, связанные с его работой? И как он их может получить? Конечно, бывают такие случаи. У работника есть право получить документы, которые связаны именно с его работой. Он может написать письмо своему работодателю, указать те документы, которому необходимы. Например, копию трудового договора, если он где-то потерял свой, копию приказа о приеме на работу, копию приказа, например, о предоставлении отпуска, ну и так далее. И работодатель обязан в течение трех дней все эти копии документов соответствующим образом заверенные выдать безвозмездно работнику. Следующий вопрос от Яны Константиновны. Мы обращались везде, Путину писали. Я работала в торговом центре «Аврора», «Восточный базар». Фирма оформлена в городе Москва. Нам с сентября месяца не платят зарплату. У меня двое детей. Что делать? Ведь нас там очень много таких. Я бы посоветовала такому работнику по электронной почте написать заявление в трудовую инспекцию Московской области. Потому что трудовая инспекция наша, да, мы работаем только по Самарской области, именно с теми работодателями, которые зарегистрированы непосредственно на территории Самарской области. Ну, надо сказать, что появился вот такой онлайн-сайт инспекции труда по всей России, да, вот какой-то новый, и вот можно через него тоже и письмом, да, и можно вот так же, как к вам оно поступит, так же и в Московскую область в эту инспекцию. Ну, либо непосредственно туда написать, без разницы. Вообще вот сегодняшняя и нынешняя ситуация такая вот непростая в экономическом отношении, она как-то отражается на вот этих отношениях трудовых? Какие-то тенденции намечаются, вот когда нужно быть действительно внимательным, осторожным отстаивать свои права? Потому что вот именно сейчас такое время. Сейчас такое время, когда работодатель экономит каждую копейку. Поэтому вот самый главный вопрос, который остается у работника и часто встречается в трудовой инспекции, это, конечно, невыплата заработной платы. Я хотела отметить, что у нас вышли некоторые изменения в трудовом законодательстве, касающиеся невыплаты заработной платы и ответственности работодателя. В случае, если работодатель не выплачивает работнику зарплату более 15 дней, работники имеют право прекратить свою работу, не выходить на нее, то есть оставаться дома. И при этом работодатель обязан оплатить. Даже то, что они дома. Нахождение на работе, да. То есть до полного погашения долга. Но данное волеизъявление работника должно быть, естественно, оформлено документально. То есть сначала работники пишут заявление о том, что они прекращают работу, указывают причину. И только после этого. Да, вот это важная деталь. А то вот так останешься дома, а потом останешься без всяких выплат. Потом просто докажешь, куда ты делся. Да, спасибо большое, Лариса Тимофеевна, за то, что пришли, потому что тема действительно актуальная. Много вопросов, которые нужно разъяснять, чтобы потом, вот, цивилизованно, в законном порядке, получить все свои полученные, а не полученные, а гарантированные права. Да, права. Спасибо еще раз. Спасибо и вам за внимание и активность. Всего хорошего. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok